На Псалом 6. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Стиф 2. Когда ты слышишь слова «ярость» и «гнев» в отношении к Богу, то не разумей под ними ничего человеческого. Это слова снисхождения. Божество чуждо всего подобного. Говорится же так для того, чтобы приблизить предмет к разумению людей более грубых. Так и мы, когда беседуем с варварами, употребляем их язык. Или когда говорим с младенцем, то ли печем подобно ему, хотя бы сами были мудрецами, не сходя к его маловерству. И что удивительного, если мы поступаем так в словах, когда поступаем так же и в делах, кусая руки и показывая вид гнева, чтобы исправить ребенка. Точно так и Бог употреблял подобные выражения, чтобы подействовать на людей более грубых. Он, когда говорил, заботился не о своем достоинстве, но о пользе слушающих. В другом месте, внушая, что гнев не свойствен ему, он сказал, «Но меня ли огорчают они, — говорит Господь, — не себя ли самих к стыду своему?» Иеремии 7.19. Неужели ты хотел бы, чтобы он, беседуя с иудеями, говорил, что он не гневается и не ненавидит злых, так как ненависть есть страсть? Что он не взирает на дела человеческие, так как зрение свойственно телам? Что он и не слышит, так как и слух принадлежит плоти? Но отсюда вывели бы другое нечестивое учение, будто все совершается без промысла. Избегая подобных выражений о Боге, многие тогда совершенно не знали бы, что есть Бог. А если бы не знали это, то все погибло бы. Когда же сведено учение о Боге в таком виде, то скоро следовало исправление его. Кто убежден, что есть Бог, тот, хотя имеет и ненадлежащее о нем понятие и полагает в нем нечто чувственное, но со временем убедится, что в Боге нет ничего такого. А кто убежден, что Бог не промышляет, что он не заботится о существующем, что его нет, тот, какую, получит пользу от бесстрастных выражений. Вот почему Бог, побеседовав с ними сначала таким образом, и внушив им понятие о бытии его, потом мало-помалу очищал их, возводя их к истинному учению, говоря о себе возвышеннее, упоминая и о своем бесстрастии. Так другой пророк говорит, Бог не утомляется и не изнемогает. Исайя 40, 28. И тот самый пророк, который сказал, что Бог гневается, далее желая внушить, что божество бесстрастно присовокупляет. Меня ли они прогневляют? Не съедяли самих? Иеремя 7, 19. И тот, который сказал, что Бог обитает в храме, сам говорит потом. Не среди тебя, святой, я не войду в город. Осень 11, 9. То есть я не ограничусь местом. Если он мне опроверг всего подобного, то и сказанными словами благоразумнейшему дал понять, что кто свободен от самых обыкновенных страстей, без которых невозможно жить, то тем более свободен от других. Поэтому и говорит пророк, для чего ты как человек изумленный? Иеремя 14, 9. И часто он говорит о бесстрастии Божьем. Таким образом и здесь, если слышишь о гневе, не разумей страсти. В самом деле есть люди, преданные любомудрью, по возможности воздерживаются от гнева, но тем более существо неизменное и нетленное, неизреченное и непостижимое. Не видишь ли, что и врачи, отсекая или прижигая, делают это не по гневу, а с целью исправления. Не потому, чтобы они гневались на больных, но и сострадание к ним, и для избавления их от болезней. И так, когда пророк сказал, не в ярости Твоей обличай меня, то сказал следующее, не накажи меня за грехи мои, не отмсти меня за беззакония мои. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. И в 3. Такое воззвание должны произносить все мы, хотя бы мы совершили тысячи добрых дел, хотя бы достигли самой высокой правды, потому и он впоследствии говорит, «Не оправдаюсь пред Тобою, как никто из живущих». Салом 129.2. И еще. «Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит?» Салом 129.3. Итак, все мы имеем нужду в милости, но не все достойны милости, потому что она, хотя и милость, ищет достойного, как сам Бог сказал Моисею, «Кого миловать – помилую, кого пожалеть – пожалею». Исход 33.19. Поэтому, кто сделал что-нибудь достойное милости, пусть говорит, «Помилуй меня». А кто лишил себя возможности получить прощение, тот напрасно будет говорить, «Помилуй». Если бы милость простиралась на всех, то никто не был бы наказан. Но она делает некоторый выбор, ищет достойного и способного принять ее. Часто многие бывали виновны в одних и тех же грехах и получали неодинаковое наказание, потому что различные причины имели на них влияние. Если угодно, остановимся теперь на этом предмете. Согрешили все иудеи, когда поклонились идолу, и однако не все получили одинаковое наказание, но одни пали, а другие получили прощение. В грехах принимается во внимание не только сущность дела, но и душевное расположение, и время, и поводы действия, следующие за грехом. Именно, остался ли кто во грехах, или раскаялся, случайно ли согрешил, или по обольщению, или с намерением. И многое другое принимается во внимание, и различие времени, и общественное устройство. Например, грешили, жившие в Ветхом Завете, грешат и живущие в новом. Но те и другие получают не одинаковое наказание, а последнее более тяжкое. Это показывает и Павел, когда говорит, «Если отвершиеся законам Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказываются смертью, то сколько к чайшему думаете вы наказанию повинен будет тот, кто попирает кровь Завета, Сына Божия, и не почитает за святыню кровь Завета, которую освящен, и Духа Благодати оскорбляет». Евреям 10, 28, 29. Словами «то сколько к чайшему» он выражает усиленное наказание. Грешили, жившие прежде закона, грешили, жившие под законом, но первые подвигаются наказанию более легкому. Показывая это, Павел говорит, «Если кто без закона согрешил, без закона и осудится. Без закона, то есть не тяжким, но более легким образом. И если кто под законом согрешил, по закону осудится». Римлянам 2, 12. Почему? Потому что одни имеют своим обвинителем природу, а другие вместе с природой и закон. Те, которые получили больше наставления, подвергнутся и большему наказанию. Также и достоинства лиц имеют влияние на это, как можно видеть из жертвоприношений. За весь согрешивший народ приносилась такая же жертва, какая за одного священника. Это показывает, что чем выше достоинство лиц, тем тягчайше полагается им наказание за грехи. Вот почему простая женщина, прелюбодействовавшая, умершлялась, а дочь священника сожигалась. И по другим обстоятельствам бывает прощение или усиление наказания, когда, например, согрешивший терпит здесь наказание, а другой наслаждается удовольствием. Последний получит больше наказания там, а первый – меньшее. Если здесь не воздаст всего. Объясняя это, Христос представляет Авраама, говорящим богатому, «Ты получил уже доброе в жизни своей, а Лазарь – злое. Ныне же он утешается, а ты страдаешь». Луки 16, 25. Этот получил полное наказание в тех страданиях, которые терпел он здесь. Другие же получают неполное, но отчасти, потому и там наказываются легким образом. Также от большего или меньшего знания происходит различие наказания, как говорит Господь, «Раб, который знал волю Господина Своего и не делал, бит будет много». Раб, который не знал волю Господина Своего, бит будет меньше. Луки 12, 47-48. И многое другое можно представить такое, что производит различие в наказаниях и различие в милости и человеколюбии. «Посмотри на первозданных людей. Согрешила Ева, согрешил и Адам, совершил один и тот же грех. Оба вкусили от плодов древа, но оба получили не одинаковое наказание. Совершил убийство Каин, совершил его и Ламех, но один помилован, а другой наказан». Некто собирал дрова в субботу и не получил прощения, а Давид совершил убийство и прелюбодеяние, и удостоился прощения. «Займемся же исследованием этого, потому что гораздо лучше исследовать, чем заниматься пустословием и провождением времени в собраниях на площадях. И весьма полезно не только найти разрешение этого, но даже искать его хотя бы и не нашли. Принудим же себя заниматься этим и проводить в этом все время». Итак, почему, нужно обратиться к вышесказанному, почему из всех иудеев, сделавших тельца, одни были наказаны, а другие нет? Потому что одни раскаялись, несмотря на природу по благочестивой ревности, убивали своих близких, а другие остались во грехе. Грех был равный, впоследствии неравные. Почему Адам и Ева наказаны не одинаковым наказанием, хотя грех их был один и тот же? Потому что не одно и то же быть обольщенным от жены или от змея. Потому Павел и назвал это обольщением. «И не Адам, говорит он, прельстился, но жена, прельстившись, впала в преступление». 1 Тимофею 2.14 «Почему и собиравший дрова не получил прощения? Потому что нарушить заповедь лишь только данную было великим преступлением, притом нужно было и другим внушить великий страх. Тоже было с Ананиейю и с Акфирою. Так и мы, когда согрешаем, будем смотреть, достойны ли мы милости, сделали что-нибудь такое, за что бы получить помилование, покаялись ли, сделали ли лучшими, отстали ли от греха. Ведь и спасение раскаявшегося есть дело милости». Так и псалмопевец здесь и спрашивает спасение за слезы, за рыдание. «Омываю», — говорит он, «всякую ночь, ложе мое, слезами моими постель мою омочу. «Потрясены кости мои, и душа моя потрясена сильно». Стих 3-4. «Говорит это не вдруг, но наперед указывает на слабость природы. Помилуй меня, — говорит, — Господи, ибо я немощен». Так он сказал, внушая, что одной немощи природы недостаточно, потому что, если бы этого было достаточно, то мы все бы спаслись, так как все мы — люди. Впрочем, если сказать точнее, то, может быть, пророк и не это разумеет здесь, а указывает на немощь, происходящую от искушений, представляя и в этом немалое основание к получению милости и снисхождения. То же выразил он и далее в словах. «Обветшали кости мои». Стих 8. «Ведь и скорбь, переносимая с благодарностью, может служить основанием к великому снисхождению и делать Бога милостивым к нам. И вот, окажется мне, он и разумеет здесь, когда говорит, «Исцели меня, Господи, ибо потрясены кости мои, и душа моя потрясена сильно». Не сказал «отпусти мне» или «прости мне», но «исцели». Просит, чтобы исцелены были прежние раны. Под костями здесь, разумеет он, всю силу. Под смятением поражения, наказания, мучения. «Исцели меня, Господи». В деле врачевания сходится 3 или лучше 4 или даже 5 предметов. Врач, искусство, больной, болезнь и сила лекарств. И у них бывает некоторое сопротивление и борьба. Если вместе с врачом, искусством и лекарствами будет действовать и воля больного, то болезнь побеждается. А если больной не станет действовать вместе с ними, то он усилит болезнь свою. Или если при своей слабости станет действовать против врача, лекарств и искусства, то погубит себя. Так точно бывает с нами и здесь. Или лучше не так, но гораздо удивительнее. У врачей часто, несмотря на то, что больной действует согласно с болезнью, искусством и лекарствами, не бывает никакого успеха, потому что, когда ослабевает природа, тогда и искусство недействительно, и силы лекарств исчезают по какой-то причине. У Бога же не бывает так. Но если ты станешь действовать вместе с врачом, то всякая рана непременно исцелится, потому что здесь не человеческое искусство, которое может оставаться недействительным, но божественная сила, которая побеждает и природу, и болезни, и пороки, и всякое зло. Поэтому и пророк, прибегая к Богу, как к врачу, со слезами говорит, «Исцели меня, Господи, ибо потрясены кости мои». Впрочем, некоторые полагают, что он говорит здесь о том смятении, которое происходит от греха, потому что как в то время, когда сильные ветры нападают на море, все возмущается, песок из глубины поднимается вверх, и плывущие подвергаются опасности, так точно и у нас здесь душа возмущается, тело содрогается, все наполняется смятением, наша ладья совершенно расстраивается, распространяется великая тьма и великое смущение, и все волнуется, сбившись с своего места. Это особенно бывает во время порочных пожеланий, гнева и несчастья. От всего этого и душа, и кости приходят в смятение, и взор не извращается, и глаза смотрят беспорядочно, как кони, когда возница приходит в смущение, несутся в беспорядке, так и у нас. Когда расстраивается ум, все приходит в беспорядок, все не извращается, избивается с своего пути, при этом нужно сказать и то, как происходит такое смятение. Оно происходит в душе не так, как в море, от напора ветра, от какого-нибудь неожиданного случая, но от нашей беспечности. Подлинно мы сами бываем причиной того, есть ли оно в нас или нет. Именно, когда возбуждается похоть, то печень разгорится, если ты не подложишь огня, если не дашь ему пищи, а эта печень разгорится, если ты не станешь засматриваться на благообразные лица, если не станешь гоняться за другими красотами, если не станешь ходить на грелище нечестия, если ты не будешь утучнять плоти пресыщением, если не будешь потоплять ума в вине, то не поднимется этот пламень, не разгорится эта печь, не расперепеет этот зверь, не погибнет от него, как от буйных ветров чистота души. И так скажешь, этого достаточно для избежания пламени греха? Нет, одного этого недостаточно, а нужно присолокуплять и нечто другое, непрестанные молитвы, общение со святыми, сообразный пост, постоянное воздержание, надлежащие занятия и прежде всего другого страх Божий, памятование о будущем суде, невыносимых наказаниях и обетованных благах. Соблюдая все это, ты можешь обуздать расцерепевшую похоть и остановить волнующееся море. И ты, Господи, доколе, «Обратися, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей». Стихи 4, 5. Пророк непрестанно говорит «Господи», приводя это слово, как некоторое право на исхождение и милость. И действительно, величайшая наша надежда в неизреченном его человеколюбии, в том, что он так готов оказывать исхождение, а слово «доколе» есть выражение человека не оскорбленного или негодующего, но скорбящего, сепающего и изнемогающего под бременем искушений. «Обратися, Господи, избавь душу мою». О двух предметах говорит здесь пророк, о том, чтобы Господь обратился и чтобы избавил душу его. Праведники особенно заботились о том, чтобы Господь примирился с ними, был милостивым и благосклонным к ним, и не отвращался от них. За этим следует и другое, чтобы избавлена была душа. Не так поступают многие из людей, особенно более грубых. Они ищут одного только, как бы устроить свое настоящее благополучие. А праведники, напротив, заботились о том, как бы получить спасение души, драгоценнее, которое для них не было ничего. Посмотри, сколько он приводит причин ко спасению. Ибо, говорит, немощен я, ибо смутились кости мои, так как я прошу этого Господа, ибо нет смерти памятования о тебе. Выражая этими словами, не то, будто наше бытие оканчивается с настоящей жизнью. Нет. Он знал учение воскресенья, а то, что после отшествия отсюда, покаяние уже не может иметь место. Так и богаче споведовал грехи свои и раскаивался, но это не пронесло ему никакой пользы по неблаговременности. Луки 16. И девы желали получить елей, но никто не дал им. Матфея 25. Поэтому и пророк просит, чтобы здесь были омыты грехи его, дабы предстрашное судилище он мог предстать с дерзновением. Далее, желая научить, что при Божьем человеколюбе должны быть и наши собственные усилия, потому что если бы мы указывали и на немощь свою, и на смятение свое, и на благость Божию, и на все то, что он сказал, но не приложили должного с нашей стороны, то не было бы нам никакой пользы. Посмотри, что присовокупляет он. Он утомлен, говорит, воздыханиями моими, омываю на всякую ночь постель мою, омочаю постель мою слезами. И в седьмой, пусть выслушает живущий в низком состоянии, какое покаяние приносил царь, обрекавшийся в парфиру. Выслушаем это и мы, и умилимся. Он не только трудился, но утруждался воздыханиями, не только плакал, но слезами омывал постель свою, и не один, два или три дня, но каждую ночь. И не о прошедшем только говорит, но и о будущем. Не думайте, что он, сделав так однажды, потом придался покою. Нет, он всю жизнь постоянно поступал таким образом, не так, как мы, который часто сделал это какой-нибудь один день, или даже не сделав ни однажды, придаемся смеху, роскоши и удовольствиям. Не так он поступал, но проводил жизнь в постоянных слезах. Будем же и мы подражать его исповеданию. Если мы не захотим плакать здесь, то по необходимости должны будем воздыхать и плакать там. Притом там без пользы, а здесь пользую, там со стыдом, а здесь великим благоприличием. А что это непременно будет, о том, послушай, как говорит Христос, там будет плач и скрежет зубов. Макфея 8, 12. Не испытают этого плачущие здесь, но они получат великое утешение, дваженны плачущие, ибо они утешатся. Макфея 5, 4. Горе вам богатым, ибо вы уже получили ваше утешение. Луки 6, 24. Пусть выслушают имеющие золотые кровати, какая была кровать у царя, не украшенная драгоценными камнями, не спеширенная золотом, но омытая слезами. Для него ночи были ночами не отдохновения, а воздыханий и слез. Так как днем развлекал его множество забот, то во время которых все употребляют на отдых, он делал временем исповедания, проливая тогда самые горячие слезы, и всегда хорошо плакать. Но особенно во время ночи, когда никто не препятствует этому дивному удовольствию, когда желающий может предаваться ему с полной свободой, испытавши понимают, что я говорю, знают, какую радость доставляют эти источники слез. Эти слезы могут угостить неугасимый пламень, ту реку, которая течет пред судилищем. Вот почему и Павел три года плакал день и ночь, исправляя чужие недостатки. Деяние двадцать тридцать один. А мы о своих не плачем, но предавшись смеху и свастолюбию, ночью погружаемся в глубокий сон. У нас, когда одни предаются сну, подобию смерти, другие бодрствуют, бодрствуем им, которые хуже смерти, размышляя в это время о барышах и доходах, и устроя козни другим. Не таковы истинно бодрствующие, но они возделывают души свои, окропляя их слезами, как дождем, и возвращая семена добродетели. Никакому пороку и разврату не доступно ложе, принимающий такие слезы. Проливающий эти слезы нисколько не думает о земном, избавляет душу свою от всякого беспокойства и делает ум свой светлее солнца. Не подумайте, что я говорю только монахам. Это увещание относится и к мирянам, и к ним еще более, нежели к тем, потому что они особенно имеют нужду в врачествах покаяния. Кто плачет таким образом, тот станет с душою превосходящую тихую пристань, отвергнув все страсти. Исполнившись великого веселья, он пойдет в дом Божий с дерзновением. С ближним он будет беседовать с удовольствием, потому что в нем не гнездится гнев, не воспламеняется ни похоть, ни сребролюбие, ни зависть и ничто подобное. Это ночное стинание и слезы прогоняют все это, как бы диких зверей, скрывающихся внутри. И сохло от печали око мое. Стих 8. Видишь ли сокрушенную душу, высказав покаяние, пророк опять говорит о страданиях, о смущении души, о страхе, происходящем от представления гнева Божия. 56. Под оком он разумеет здесь око духовное, ту распознавающую и разумную способность души, которая обыкновенно возмущается от представления своих грехов. Так как он постоянно имел пред глазами свои прегрешения и представлял гнев Божий, то проводил жизнь со страхом и не в беспечности, как живут многие, но в подвигах и сокрушении. Такое смятение есть источник спокойствия, такой страх есть залог безопасности, предающийся такому волнению, предотвращает всякую бурю, а не имеющий такой души подвергнется страшному крушению. Как судно, ненагруженное и представленное течением буйных ветров, скоро потопляется, так и душа, живущая беспечно, подвергается бесчисленным страстям. Потому и блаженный Павел, выражая такое сострадательное состояние души, сказал, они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасыщимостью. И как кормчий, пока тревожится заботами о плывущих, всем доставляет спокойствие, а когда освободит себя от забот и заснет, то производит великое смятение. Так точный человек, предаваясь подвигам, страху и трепету, доставляет душе своей спокойствие, а предаваясь сну беспечности, потопляет ладью. Ответшали враги мои. Что значит ответшали? Я изнемог, говорит, от врагов моих. Подлинно жизнь наша исполнена подвигом и окружена бесчисленными врагами, которые бывают еще сильнее, когда мы впадаем в прегрешение. Поэтому нужно делать все для того, чтобы избежать рук их и никогда не входить с ними в общение. Это залог величайшей безопасности для нас. Указывая на сон этих врагов, Павел говорит, «Наша брань не против плоти и крови, но против начальских властей и мероправителей тьмы века сего». Если же таков сон наших врагов, то нужно всегда и постоянно быть вооруженными и избегать поводов ко грехам. Ничто так не делает нас ветхими, как грех. Потому и Павел, заповедуя предохранять себя от происходящей отсюда ветхости, говорит, «Не присообразуйтесь веком с ним, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». Римлянам 12.2 «Итак, если ты сделался ветхим от греха, обнови себя покаянием. Удалитесь от меня все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое, Господь молитву мою принял». Стихи 9.10 «Немаловажен и этот путь к добродетели, чтобы избегать людей порочных. Этого требует от нас и Христос, и при том с такой силою, что привеливает отвергать даже друзей столь близких к нам, как необходимейшие члены, если они соблазняют нас, и общение с ними приносит нам какой-нибудь вред. «Если око твое соблазняет тебя, говорит он, вырви его, и если рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя». Матфея 5.29.30 «Разумею, здесь не члены телесные, нет, но близких друзей, которых дружбу должен отвергать, если она не приносит пользы ни им, ни нам, а причиняет вред». Таким образом, упражняет в добродетели, и сам пророк не только не искал подобных общих, но тщательно удовлетворял себя от них. «Вот плод покаяния, вот польза от слез, душа сокрушенная таким образом, не предается уже никакой страсти, так будем поступать и мы. Если человек, причиняющий нам вред, будет даже облечен в диадему, не станет дорожить и дружбою, потому что нет ничего хуже человека, преданного порокам, хотя бы он был царем, и, напротив, нет ничего выше человека, стяжавшего добродетель, хотя бы он был узником. «Ибо услышал Господь глаз плача моего». Не сказал просто «Ибо услышал глаз мой», но «глаз плача моего». Видишь ли, как обильно выражает он и свои действия, и глаз, и плач, называя здесь голосом не звук вопля, но душевное расположение, и плачем не только слезы глаз, но и слезы души. Кто предается покаянию, бывает услышан Богом, тот легко может достигнуть и этого блага, избегать общения с людьми порочными. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги и устыдятся мгновенно. Это желание заключает в себе великую пользу, то есть чтобы они устыдились и возвратились назад, потому что если идущие худо устыдятся и возвратятся назад, то отстанут от пороков. Как мы, видя человека, стремящегося к пропасти, удерживаем его от дальнейшего стремления и говорим, «Человек, куда ты стремишься?» «Пред тобою пропасть!» Так сочный пророк желает, чтобы злые возвратились назад. Так и взбесившаяся лошадь, если кто-нибудь скоро не удержит ее, скоро погибает. Так и врачи с великой поспешностью стараются остановить дальнейшее распространение яда какого-нибудь ядовитого животного, часто заражающего все тело, пресекая происходящий от него вред. Так точно будем поступать и мы. Будем с великой поспешностью истреблять в себе порок, чтобы эта болезнь, развиваясь, не усиливать. Греховные раны, будучи оставляемы в пренебрежении, делаются больше, и не ранами только ограничиваются эти болезни и немощи, а рождают бессмертную смерть. Тогда как, будучи вторгаемы в начале, и когда еще малы, они не сделаются и великими. Смотри, кто старается не обижать, тот не будет ссориться. Кто не знает ссор, тот будет сохранять дружбу. Кто сохраняет дружбу, тот не будет иметь врагов. Кто не имеет врагов и питает любовь, тот исполнит всякую добродетель. Не будем же пренебрегать началом зол, чтобы они не возрастали больше. Иуда, если бы остановил свое сребролюбие, не дошел бы до святотапства. А если бы удержался от этого, то не достиг бы величайшего зла, потому и Христос запрещает не только блуд или прелюбодеяние, но и нескромный взгляд, истребляя порог в самом корне, чтобы легче можно было преодолеть его. Матфея 5, 28. Так Бог поступал и с иудеями, хотя более чувственно и прообразовательно, потому что говорил к людям плоским. Однако поступал как? И каким образом? Он не дозволял делать между рабочими животными какого-нибудь смешения различных родов. Старозаконие 22.10. Не дозволял есть кровь бестловесных животных. Левитом 17.10. Не дозволял удерживать залогов после вечера. Старозаконие 24.12. Предотвращает таким образом важные преступления. Именно первым – мужеложство, вторым – убийство, третьим – жестокость и бесчеловечие. А ныне все делается открыто, с великим бесстыдством, потому и не извратилось все. И так, когда в тебе зародится малая страсть, не смотри на то, что она мала, но представь, что она, будучи питаема, производит величайшие бедствия. В доме, когда мы видим загоревшимся малый глучок льна, то смущаемся и поднимаем шум, потому что смотрим не на начало, а от начала заключая к концу. Беспокоимся и бегаем, чтобы погасить пожар. Но сильнее огня распространяется в душе порог. Поэтому нужно предупреждать его. Если мы останемся беспечными, то труднее будет исправление. Тоже можно видеть и на корабле. Плывущий не тогда начинает беспокоиться, когда море уже чрезмерно взволновалось, но когда видит, что оно готово взволноваться. Не будем же оставаться беспечными при малых грехах, но станем истреблять их с великою силою, чтобы избегнуть больших и сподобиться будущих благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава и держава, честь ныне и пресно и во веки веков. Аминь.